Однажды в службу люди за этичное обращение с животными поступил вызов. Пес, лабрадор черного цвета, круглогодично живет на улице. Казалось бы, в этом нет ничего такого. Так живут многие собаки во дворах частных домов. Однако проблема состояла даже не в том, что лабрадор – не пес-охранник, а в том, что на него вообще не обращали внимания. Лабрадор сидел на коротенькой цепи, ему было крайне некомфортно. Нерадивые хозяева лишь кидали ему объедки со стола. На этом их миссия заканчивалась. Они полностью игнорировали бедную собаку. Она тосковала от одиночества. Даже когда на улице было очень холодно, пса никогда не брали в дом. Собака выглядела очень болезненной. Пес просто погибал от человеческого равнодушия и жестокости. Бедный лабрадор чувствовал себя абсолютно ненужным и несчастным, ведь о нем не заботились, с ним не играли, его не любили. После того, как поступил вызов, по нужному адресу приехала женщина, которая работала волонтером. Она должна была убедиться в том, что информация достоверная. К сожалению, все подтвердилось. Все оказалось даже хуже, чем можно представить. Женщина постучала в дом и попросила хозяев, чтобы впустили ее во двор. Разумеется, она сразу объяснила, что стала целью визита. На удивление, хозяева отреагировали абсолютно спокойно. Они сказали, что такое отношение к собаке обусловлено тем, что они даже не помнят, как она появилась в доме. Они не могут вспомнить, кому в голову пришла мысль завести пса. К псу относились с полным безразличием. Его не лечили от болезней, не дрессировали, не обучали. Возможно, кто-то будет в шоке от такой новости, но горе-хозяева даже не дали кличку питомцу. Они просто посадили его на цепь и вообще не беспокоились о том, как чувствует себя животное. Они даже не старались заботиться о нем, просто относились так, словно его не существует. Это вопиющая жестокость, которая не подается никаким законом человечности. Когда волонтер сказала, что хочет забрать пса, хозяева с удовольствием приняли эту новость. Конечно, ведь он им совсем не нужен. Первое, что сделала волонтер, дала лабрадору кличку. Она назвала его Фленел. Когда собака покинула привычное место обитания, она начала паниковать, ведь все вокруг казалось таким чужим и непривычным. Пса пугала любая мелочь, он шарахался от каждого шороха. Понадобилось немало времени, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Положительные сдвиги появились только через несколько недель реабилитации. Сотрудники заботились о собаке и старались сделать все возможное, чтобы она чувствовала себя счастливой. К счастью, эта история закончилась хорошо. Сейчас у Фленела есть хорошая хозяйка и уютный дом. Теперь лабрадор просто расцвел. Когда он почувствовал заботу, то стал очень общительным, дружелюбным и ласковым другом.